Студия 89,9. Концертный зал. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадио канал Страна ФМ. Всем большущий музыкальный привет в эфирной студии Роман Шахов. И у нас концертный зал, который посвящен сегодня команде под названием ЛКВР. Владимир, я так понимаю, фронтмен, лидер команды. И Владимир сейчас нам расскажет о том, кто сегодня, кроме него, в студии Страны ФМ. Пожалуйста, Владимир, привет! Приветствую всех. Микрофончик, да, говорит. Приветствую всех, здравствуйте. Я представлю свою группу, группа Ликвар. Сейчас мы переименовались в ЛКВР. С нами сегодня бас-гитарист Тимур Вахитов. Тимур, пошуми немножко на гитаре, да, потому что кто-то слушает, нас не все смотрят, а вот, чтобы аудиокартинка была. Арвидас, гитарист. Арвидас. Гитара. Симон ударный и Игорь Сверидов клавишник высшее образование. Так, подожди, то есть только у Игоря, да? Высшее образование вообще музыкальное у Игоря и у Симона. Симон, да. Симон играет у нас в очень известной филармонии номер два и один. Ударный. Значит, как же нам правильно называть команду? ЛКВР, да? В следующий день ЛКВР. Было несколько, Володь, расскажи, было несколько периодов, да, то есть вы когда-то в восьмом году, да? Ну да. Появилась команда, она была Ликвар, потом вы сократили ЛКВР. Расскажи, как все начиналось? Ну, начиналось так, что во времена, когда я учился в медицинском училище номер один. На кого учился, кстати? На зубную технику. Так, прекрасно, так. Сейчас я врач-стоматолог. Действующий, практикующий? Да, практикующий сейчас. Ну, я как бы... Все заулыбались сразу, я смотрю, потому что не боятся, да. Кто-то без зубов даже. И там в училище пришла идея создать свою группу, и я долго выбирал название, и на одном из уроков по медицинскатастрофе услышал слово ЛИКВР, и как-то, поскольку я был в то время, ну, в поисках и примерял каждое слово, то мне понравилось это слово, это спинозговая жидкость. Я тогда активно слушал группу Слепнот, Корн, и вот это вот само... Во время лекции или... Да, и во время лекции там по-разному было, да. И я... мне понравилось самозвучание слова вначале, а потом уже смысл немножко притянул за уши, что называется. Потому что мне, в принципе, в первую очередь понравилось сам... ну, как звучит слово ЛИКВР. Дальше уже была долгая история о том, как я находил музыкантов. Ну, это... Это тоже были врачи? Нет, там был один у нас барабанщик, был первый барабанщик Сергей, он был как раз тоже студентом в медицинском институте, по-моему, номер один, если я не ошибаюсь, он был лечебником, вот, H-Fact, и все. А дальше у нас уже были перетурбации, мы там были в поиске себя, поиск музыки, поиск... Какой стиль был у команды ЛИКВР, давай, вот... Изначально мы собирались вообще, играли кавера с первой командой, ну, с первым составом, и мы играли Сепультуру, Слепнот, все вот это вот, как бы, рэпкор, да, такой некий рэпкор, когда 2008 это было модно. Далее уже было эмо-кор, во времена эмо, вернее, мы 2007-2010, мы уже тоже пытались красить глаза, отращивать челки в черный цвет, и, как бы, на тот период к нам пришел Тимур, да, 2009 год. Тимур Вахитов, так, вот он здесь. Он был тогда с длинными волосами. Сейчас он бородой компенсирует, да, я так смотрю. Непотасный, жизнью. Да, и потихонечку с каким-то музыкантом нам пришлось расстаться из-за разных взглядов, но флаг ЛИКВР, я его нес, как бы, достаточно, ну... Твое детище, ты, так сказать, пьес, того все. Сейчас, несмотря на то, что я много работаю в стоматологии, я все равно пытаюсь заниматься, то есть, точнее, делегировал придумывание музыки и создание новых треков Игорю. Игорь сейчас, все, что связано с ЛКВР, Игорь и Арви, гитарист, это два человека, которые сейчас создают новые треки для ЛКВР. Это авторы? Авторы, да. То есть, соответственно, композиторы, поэт, кто-то что пишет? Кто-то превратился в исполнителя, наверное, и человек, который немножко корректирует слова, то есть, Игорь тоже помогает мне написать текст. Ну, продюсируешь, да, получается? Просто, да, продюсирую, скажем так. Ребята только, по-моему, узнали это слово сейчас применительно к тебе. Да. Хорошо. I'm producer. Да, ну все. Еще короткий, да, английский курс от Владимира Маркевича здесь, в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Дорогие друзья, у нас 5 апреля большое событие. Это хорошо то, что пятница, правильно? Yes. Рассказывай, пожалуйста, Володь, будет концерт у вас. Мы хотим, да, мы хотим презентовать мини-EP, там будут новые треки. Мини-EP это еще меньше или просто EP? Как это, сколько песен? Игорь, что это такое? Скажи мне. Игорь, сколько песен? Что это такое? Довольно большое, что будет 7-8 новых песен. 7-8 новых песен. Это почти альбом, да? Почти альбом, но мы изначально так вот не рассчитывали, что будет 7-8, мы такие, давай там 3-4 трека, 5 может сделаем. И пишечку хотели, а тут уже почти на альбом. А мини, оно уже прикрепилось сейчас само собой, как бы слова у меня. Но в целом, в целом это будет такой же забойный ЛКВР, как последний альбом «Океан» и EP. Это просто неизбежно. То есть будет в таком примерном стиле. Где-то мы добавили немножко там новизны, но постарались сохранить то, что больше понравилось нашей аудитории. Давай скажем, где это случится? В каком именно? Я не знаю, где это случится. Хорошо. Клуб Изи. Восемь часов вечера, друзья, 5 апреля, да, я тоже с трудом нашел эту информацию. Потому что у нас действительно сейчас мало информации, мы сейчас работаем над тем, чтобы информации стало больше, поэтому мы еще и здесь находимся. Хорошо, давайте, чтобы у нас не только словесная информация стала больше, но и музыкальной. Первый трек, расскажи, что это за песня, и послушаем ее, посмотрим. Я хотел два слова сказать о том, что сегодня будет просто экспромт. Мы впервые исполняем треки в акустике. Это для нас совершенно новое. И где-то мы что-то быстро-быстро-быстро придумали, где-то что-то переделали, переиграли. Для нас такой интересный момент. Новый опыт, да. Да, новый опыт, и нам очень приятно, что нас позвали. Первый трек, это будет песня «Это просто неизбежно», который вошел в EP под названием «Это просто неизбежно». Одноименно, да. Да, с нами вместе там спел бывший вокалист группы «Аматори» Слава Соколов. На тот момент, когда мы писали трек и делали видео, он еще являлся вокалистом, фронтменом «Аматори». Ну и так получилось, как только мы сдали клип, получилось, что они расстались. В общем, дороги разошлись. Не был ли ваш клип причиной, нет? Нет. Я думаю, наш клип... Мы просто чуть-чуть опоздали. Хорошо, и на этой, друзья, неоднозначной ноте мы сейчас переходим от слов к музыке. Поехали. ЛКВР на стороне FM. ЛКВР на стороне FM. ЛКВР на стороне FM. Каждый вечер я жду, когда зажгутся звезды. ЛКВР на стороне FM. 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 И бесконечное время осталось нам вдвоем. Каждый вечер я словно падаю в эту бездну, И небо манит меня, сопротивление бесполезно. Сделай это нежно. И я хочу уйти, и я хочу уйти. Мой путь лежит туда, откуда просто не вернуться. Я пробуждаю чувство. Нам больше не вернуться никогда на землю нам. Это небо над головами вечное. Это небо над головами вечное. Это небо над головами вечное. И бесконечное время осталось нам вдвоем. Э-э-э... Это небо над головами вечное. И бесконечное время осталось нам вдвоем Осталось нам вдвоем Друзья, ЛКВР Владимир Маркевич На телерадиоканале Страна ФМ Спасибо, спасибо, красиво У меня вопрос, который касается, опять же, истории группы Ликвар, ЛКВР Был какой-то период, когда то ли вы прекращали работу Какая-то пауза у вас была Что это расскажет? Я сейчас года не помню Тимур, напомните? В 2013 году, да, был последний концерт В тот момент у нас был некий такой кризис жанра Вы тогда играли авторские песни? Мы с самого начала играли авторские песни И кто писал эти песни? Ну, вот ЛКВР, это изначально были Микс моих задумок Задумок прошлых гитаристов И где-то я подтыривал разных исполнителей На тот момент известных Так, хорошо, подтыривал Сейчас в авторском обществе напряглись Но пока еще не звонят Имеется в виду, что тогда были общие тренды Был рэп-кор в моде И мы, естественно, брали те же биты Тоже настроение примерно В смысле, подтыривал как композитор Это имеешь в виду или что? Не, имеется в виду, что сам стиль Само направление в музыке И дальше потом мы уже понимали, что Время идет дальше, вперед Наша музыка становится уже малоактуальной И была такая перезагрузка Как раз к 2013 году мы понимаем, что Надо что-то, надо либо прекращать Ну, в головах, в мыслях было Либо что-то сделать паузу И с новыми силами Какой-то апгрейд нужен, да? Некий апгрейд, да Так, что дальше? И мы сделали паузу Сколько там? Два года Да, два года ничего Ни делания, ни придумывания Такого не было И в какой-то момент Мы просто встретились в одном из кафе Московских, на Тверской, да И говорим, ребят, давайте, может быть, все-таки А вы были знакомы, да? С Игорем были С Игорем, да Игорь уже на тот момент, он уже к нам присоединился Да, нам только Симон недавно присоединился Раньше у нас был Влад Он сейчас играет барабанщиком у Максим Работает Но он с нами раньше гонял И мы с ним сейчас в хороших отношениях Все здорово И Кстати, Владу привет большой Большой, да Вот И, значит, ну мы такая большая семья Мы встретились Ребят, давайте что-то Давайте забьем на тренды Давайте сделаем крутое Новое музло Чтобы оно было Жесткое Чтобы оно было так, как мы хотим То есть, невзирая на то, что мы там Как-то хотели Последним альбомом Донатурацей немножечко быть Электроннее Попсовее чуть-чуть В этот момент мы просто взяли Вот Океан Вышел альбом Океан Это когда вот мы тогда встретились И решили, давайте Бомбанем И через Сколько он делался Океан Где-то Год В четыридцатом году И для нас Океан Это такое, знаете Детище Причем оно такое странное Получилось То есть мы там не сильно Мы Вот предыдущие альбомы Очень мы их вылизывали Мы сидели в студиях Тратили много времени Энергии, сил Для того, чтобы сделать их Там максимально чистыми И мне вот сейчас кажется Что мы много этим Ну убивали Мы слишком стерильные получились Слишком все получилось стерильно Не было вот этого Живого, настоящего И сливали много денег За барабанщиков За студии То есть мы думали сейчас Сделать качественный Как бы продукт Думали об этом Ну вирус перфекционизма Так сказать мешал Он, кстати, мне до сих пор мешает В стоматологии Я пока вот не дошлифую Не дополирую Я не останавливаюсь там очень долго Но зато это как бы Дает свои плоды определенные Вот А в этот альбом Мы просто взяли Встретились Воткнулись Максимально Ну Близкие там приборы Там компьютеры Записали гитары Просто в линию Отдали на сведение Да Человеку На мастеринг Как его звали Ивану А? Антропосайт Антропосайт Да И Он сделал очень Такой жирный Мощный звук Саунд Причем это было сделано Практически То есть с минимальными затратами Мы просто взяли Записали Свели И это было круто То есть нам сразу же понравилось Не было этого вылизывания Не было этого Вы знаете Вот это вот Мне показалось Что вот это вот два года Которые вот мы Ничего не делали Это вот Нам пошло это на пользу Мне кажется То есть мы немножечко Переформатировались Мы освежили свои мозги И С новыми силами Сейчас вот Работаем дальше То есть смотри Электропост Хардкор Это вот то Что сейчас вы делаете Ну наверное да Это то что Сейчас делает нам Игорь Игорь да Игорь Игорь Все правильно да Электропост Хардкор Ну Я бы не стал Называть никакие стили Не стал бы называть стили Да он не стал бы Называть никакие стили Нас конкретно Как он Что получается Что Что нам нравится Мы Тоже не хотим Каким-то там Плише становиться Хорошо Скажи сколько В настоящий момент В дискографии Команды Сколько пластинок Доступны ли они Можно ли их скачивать Четыре альбома Так Последний альбом Это Океан Вот как раз тот О котором мы сейчас Разговаривали Какого он года Шестнадцатого года Семнадцатого года Семнадцатого Да Друзья Погуглите И ребятам Напишите в комментариях Океан Он записан был в шестнадцатом Весь да Записан А вот издан По-моему В семнадцатом Да И соответственно Счастливые Не наблюдают Видимо у нас Времени Поэтому мы так Вот не знаем Дат И вышел недавно У нас EP Недавно Год назад Да Это просто неизбежно Летом Это просто неизбежно Вышел EP Это наш первый EP До этого мы мыслили Масштабнее Альбом Да Тут решили Как бы не загадывать Как говорится Загадывай Бывай богат Вот Как говорится Это самое И На сегодняшний день Четыре альбома И одно EP Сейчас готовится Еще одно EP Значит Скажите Где это все Можно найти В интернете Послушать Есть ли Сайт у вас Потому что я Нашел только Группы Вконтакте Самое простое Это группа Вконтакте Самый быстрый Поиск Это группа Там есть наши И клипы Есть и треки Также мы Какие то альбомы Вытаскали на iTunes Вообще на всех Северных площадках ЛКВР ЛКВР Ликвор ЛКВР То есть Ну В принципе Не должно быть Ничего сложного И Не сложно нам От слов Перейти к песне Следующий трек Владимир Рассказывает Что это Следующий трек Это Волна Это трек Вошел Как раз В альбом Океан У нас трек Сегодня будет Мелодичный Про любовь Ну Волна Должна Войти В океан Все правильно Все логично И Давай Ну В общем Волна Это Кстати Этот трек Очень Очень Долго Старался Над ним Арви Наш гитарист Он его написал Давно Написал 2009 То есть У него эта задумка Была 2009 И потом Она Дожила Эта задумка До сегодняшних дней И мы ее Немножко Рифили Это Музыка И стихи Твои Да Все полностью песня Музыка Стихи Тут Игорь Помог Игорь Вот Океан Вообще Новые все треки Слова Все что я там пою Хорошее и плохое Это все Игорь Ну Больше конечно Хорошего Да Потому что Что-то другое Остается Да Очень много Ненависти Грусти Печальки Все что есть в жизни Да Вот А хорошее Оно есть в жизни А плохое в песнях У нас Смотрим Слушаем Думаем Думаем Высоку Большие города Накроет Головой Соленая Вода Я погружаюсь Глубже с каждым разом В этом море Я снова остаюсь Один Эмоций нет Моя душа Спокойна Я вижу Я вижу Я вижу Я вижу Белый свет Нет жизни Больше Не в твоих Глазах Не в твоих Мечтах Прощай И улетая Помнишь Глазах Жизни Больше Не в моих Руках Не в моих Муках Лети Лети Как можно Выше Догони Ту Правду Что Нас Выше Ждет Лети Мы Высоко Большие Города Накроет Головой Холодная Вода Сполна Лети Мы Над Землей Вокруг Нас Тишина Нас Невесом А Ждет Нас Ждет Соленая Вода И как Обломки Корабля Сгорают В атмосфере Сгорают Так же Я Я Я покидаю Тело Шторм Волны Качает Разума Лешает Шторм Волны Качает И Сознание Лешает Утонуть Шепчет Голос Желание Сильней Веры Утонуть Шепчет Голос Желание Под водой Я Играю С волнами Забирая С собой Воспоминания Над нос Камнями Посмотри Я Совсем Неземной Глубоко Под водой Глубоко Под водой Летим Летим Мы Над Землей Вокруг Нас Тишина Нас Невесома Ждет Нас Ждет Соленая Вода Что Ждет Нас За чертой Студия 89,9 Концертный зал Дамы и господа Мы продолжаем в концертном зале На телерадиоканале Страна ФМ Команда ЛКВР Мы слушаем Новые песни Правильно? Это уже ЛКВР Новая группа И У меня вопрос По поводу Нового Макси Сингла Который До Начала Апреля Должен Появиться Расскажи Владимир Что это за Такая история Что мы ждем? Я бы хотел Чтобы Игорь Немножко сказал Потому что Но тебе придется переводить Потому что В Игоре нет микрофона Игорь ты не скажи Я тебе Тебя буду переводить Или просто подойди к микрофону Подойди куда-то скажи Что там? Что за Макси Сингл? Кто написал? Кто написал? Игорь, скажи Ты написал Может быть Подойди сюда Так, давай Подходи к микрофону Бери микрофон Клавиши никуда не денутся Они тебя дождутся Да Итак Игорь Сверидов На самом деле На самом деле Мы продолжаем Нашу Нашу творческую тему Это естественно Продолжение И стилистическое И тематическое Но возможно Будет Несколько новых Интересных моментов Мы например Никогда не писали Песни Скажем так Не побоюсь Произнести это слово На радио О политике Так Вот И здесь Будет затронута Эта тематика Интересно Как отнесутся Слушатели К этому Когда мы узнаем Вы выложите Там Не знаю В конце марта Да вы увидите новости Что Нас все повезают Шучу Не-не-не Да Мы Очень сейчас Плотно Работаем Над завершающей стадией Там Да Скажем так Дорабатываем какие-то Нюансы Фишки Дописываем инструменты То есть смотри Песня уже готова Да Песня уже готова И где-то вот В конце Надеюсь Марта Мы уже Сделаем релиз Выложим Как раз Концерту Презентации Новый Сингл К Марту То есть она Значит 5 апреля На концерте Уже В клубе Изи В 8 вечера Прозвучит Прозвучит Новая песня Я понял Есть Название Можешь сказать Хотя бы там О чем Вот чуть-чуть Хотя Тизер такой Как всегда Знаете Как это бывает Обо всем И ни о чем Ну Название я бы сейчас Не стал говорить Потому что они На самом деле Рабочие Я название Понял Все Давай Давайте назовем так Давайте Какой-нибудь Есть какие-то Рабочие названия Например Задумка номер 2 Задумка номер 2 Задумка номер 3 Но по-любому Есть один трек Который вызвал Между нас Вот в нашем кругу Между нами Пятер Мя Если можно Вашим квинтетом Да Нашим квинтетом Споры Это трек Который так и будет Наверное Называться Россия Мы даже не знаем Будем ли мы его выкладывать Потому что он прямо Запрещен Очень такие вот Бурные споры вызывает Но Уже внутри Вашего Сообщества Музыкального Но с другой стороны Если вызывает Какую-то реакцию Споры То может быть Это и хорошо Кто написал Этот спорный трек Игорь Свиридов Написал Если кого-то заворачивает Тот, кто покраснел Да Да, на самом деле Это Так получилось Что Ну музыку Мы писали вместе С Сарви С гитаристом Он мне многие Гитарные И музыкальные темы Помогал придумывать Текст Писал я Да Есть у меня Неплохой Может быть Есть у меня вопрос Который касается Аранжировок Потому что Володя сказал В начале программы Что мы сейчас Слушаем Акустическую версию Которая для вас Является тоже Экспериментом Да, мы впервые играем Да, расскажите Кто делает Аранжировки И как звучит ЛКВР Вот В стандартном Своем звучании Насколько тяжелей Потому что Кто-то может быть Сейчас Знакомится с вами Впервые Вот Видит Слышит вас Ну на самом деле Как принято говорить Что в электричестве То есть применением Электрических инструментов Электрогитары Бас-гитары Живых барабанов И синтезатора Мы же звучим Экстрим вокала Экстрим вокала Нет, Маркевич поет Очень чисто Очень хорошо В принципе почти точно так же Ну может быть Чуть-чуть Более экспрессивно Можно так выразиться Но мы звучим Ну совсем чуть-чуть потяжелее То есть там больше Просто как бы звука Слегка Слегка, да Чуть-чуть Это в кавычках на самом деле Находите нас В цифровых Стриминговых сервисах И можете ознакомиться С нашим Обычным стандартным звучанием А по поводу аранжировок К этой акустике Мы на самом деле Вот буквально Не знаю За неделю-две До этого эфира Мы вместе вот Собирались там На базе дома И вот В процессе вот Скажем так Импровизации Все рождался Давайте сыграем так Давайте вспомним так А давайте попробуем так То есть вот Все вместе сидели Это было в очень сжатые сроки Да И с учетом нашей занятости Мы смогли вот Пару-тройку раз Встретиться и прогнать Ну занятость Я так понимаю У тебя занятость, да? Или у ребят У меня и у Арви Потому что вот Именно этот человек Она самый То есть вся группа Подстраивается именно под него Точнее не подстраивается Потому что Его не бывает никогда Если ты работаешь Еще стоматологом Кем же тогда работает Арви Еще? Это страшная история Айтишник Ну слушай Ну здорово Замечательно Замечательно Но находишь время на все Прекрасно Кроме группы Ну и сейчас Друзья ЛКВР Рассмеялась Очень дружно Я думаю Также дружно Ребята Исполнят Следующий музыкальный номер Владимир Рассказывай Что это будет за песня 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 Гравитация Это Заглавная песня Альбома Океан И Собственно Мы готовы ее исполнить Для вас Она первая В альбоме Или что? Она не первая Она Заглавная Когда она дает название Когда говорят Ну нет Я неправильно выразился Значит Самая Заглавная В тематическом В тематическом Ну это трек Который Больше всего Дал отражение Ну Его больше Залайкали В общем Главный хит Главный хит Нашего Нашего Альбома Смотрим Слушаем Друзья Друзья Сотни раз Я проживал этот судный день В своих мечтах В своих кошмарах И в своих снах Сотни лет Я пытался забраться на небо Тут не на что встать Тут нечем дышать Где мое тело? Где моя вера? И в этом мире мы не одни Разбиты крылья нашей мечты Нас тянет гравитация вниз Невозможно ничего Океан Рассекает стальные крылья С притяжением Сборить бессмысленно нам Секунды свободы До смерти дана Не смотри вниз Не бойся Сделай шаг Мы летим неизбежно В открытую бездну Падаем никуда И в этом мире мы не одни Нас тянет гравитация вниз Невозможно ничего изменить Невозможно ничего изменить Которая бездну Словно птицы в небе мы летим Навстречу ветру на ракете прямо в рай Словно птицы в небе мы летим Навстречу ветру на ракете прямо в рай И в этом мире мы не одни Разбиты крылья нашей мечты Нас тянет гравитация вниз Невозможно ничего изменить Да, друзья, ЛКВР Ну, с другой стороны, здесь есть океан Опять же, он упоминается Спасибо Красивая песня По поводу лайков Где вы кладываете, на какие соцсети обращаете внимание И вообще, как у вас строится общение с поклонниками? Контакты, Инстаграм, что больше, как вообще Мы просто анонсируем за несколько дней выпуск сингла или трека Но мы изначально перед альбомом, как правило, 2-3 или 4 сингла мы потихонечку нагреваем и выкладываем в ВКонтакте в основном Потом мы сами видим через новости, что многие паблики начинают тут же публиковать И как-то само расходится Видимо, за нами смотрят и наблюдают И нам это приятно Пять человек, которые заведуют пятью нормальными пабликами Вот, но мы так шутим, конечно Само разлетается Мы специально не даем никаких подогревов Мы специально не вкладываем сейчас в рекламу или там в продвижение Я сказал сейчас? По поводу рекламы и продвижения, Володь Ну, сейчас Сегодня вот ты заплатил Смотрите, такое время, когда очень важно правильно себя продвигать Артисты, да и не только артисты Очень внимательно относятся к тому, как у них там дела в Инстаграме Вы, насколько вот в это погружены? Есть ли специально обочные люди, которые занимаются вот всей этой СММ-историей? Или вы сами все это курируете? Сейчас мы делаем все сами В Инстаграме ведем также сами Сейчас, раньше у меня было в Инстаграме страничка, она была В нее включала вся моя жизнь То есть и медицинская часть, и музыкальная Сейчас я сделал новую страничку отдельную Это, ну, как Марк ЛКВР Назови, как она, чтобы люди, которые смотрят, слушают, могли зайти посмотреть, послушать, узнать, что у вас происходит Марк.лквр Марк.лквр Или наша группа, мы создали тоже не так давно группу ЛКВР в Инстаграме Это как мы там выкладываем такие маленькие анонсы, либо какие-то ключевые новости И, опять же, если сейчас все будет хорошо Как если хорошо, если сложатся звезды и многим людям понравится наш новый трек, наш новый EP То, конечно, мы будем максимально чаще выступать, максимально чаще ездить Это логично, да Еще раз давай скажем, когда EP-шку ждать? 5 апреля Так Клуб МОД Друзья, еще раз, давайте я скажу 5 апреля, пятница, 8 вечера, клуб Изи Изи, и Питер у нас, по-моему, МОД, да, стоит Мы сейчас с Петербургом общаемся, у нас был клуб МОД изначально, но он до касачи не согласован То есть у нас будет, в принципе, планируется двойная презентация в Москве 5 апреля В двух столицах? Да, и в Петербурге Это попозже будет? Да, там, ну, буквально там разрыв, по-моему, недели или две Но вы все узнаете, все уточните и напишите у себя Как минимум 5 апреля, посмотрите, 4 апреля у меня день рождения, а 5 апреля у меня концерт Вот, все, приходите с подарками С цветами Что, приносите цветы, да, любимые у тебя какие? Мои цветы? Да, ну что? Это вот крабы, кальмары, такие, знаете, здесь мужские цветы сейчас Мужские цветы, похожие на кальмары, да Находите и маркирщик любит именно такие Выпуск клипа у вас, есть у меня информация на песню «Дым», и это март Следовательно, совсем скоро на площадках мы увидим, да, на видео Сегодня прям Роман Жентуаров, наш клипмейкер, прислал уже готовый продукт Уже с цветокоррекцией мы все посмотрели, нам всем понравилось Это очень такой мощный клип с точки зрения именно не локаций, а с точки зрения энергетики То есть мы туда вдарили очень много, ну прям, ну как на лайвах, как на концертах То есть мы максимально отрывались и отжигали там Он, я не буду рассказывать про него много там, он очень крутой Я там сделал специально себе, ну как бы, сейчас многие группы и рэп-команды делают себе серебряные зубы ставят Ну такие, называется, грилзы, по-моему, да Тебе, как стоматологу, получил лучше? Да, я, как сам Бог велел, я обратился в одну лабораторию зуботехническую Дал им свой слеп и говорю, сделайте мне, пожалуйста, так вот для клипа металлические виниры И я вот себе наклеил металлические виниры, и мы как бы, как будто фломастеры У всех будут участников или только у тебя, как у фронтмена? Не только у меня, потому что денег хватило только на меня Я-то шучу И где-то 15-го, получается, марта, да, мысли середина Да, мы сейчас вот-вот, скоро-скоро, мы должны уже его анонсировать и запустить А по поводу драйва ты сказал, в этом клипе звук какой, концертный взят? Нет, он не концертный, он студийный, но мы именно своими телами, движениями, криками Там будет слово ликвар Так Наше имя снова в небе Так что, то есть, это такой будет немножко камбэк назад, к истокам Вот, и мы немножечко взяли там нотки современного рэпа Да, Тимур скажет точно Ты не знаешь, как это называется? Что-то модное молодежное, в общем, мы взяли там Нищи во мне поддержку Да, мне сейчас сложно, прям, я немножко волнуюсь Ну, нормально, слушай, ребята помогают, я вижу по их улыбкам, что они тебя поддерживают Просто я думал, что у меня будет один микрофон, поэтому я сейчас немножко отдыхаюсь А кто написал дым-то? Написал его Тимур Он об этом только что узнал? У меня есть девушка, она пока об этом не знает Нет, тот же самый Игорь, как бы, я просто хотел разбавить атмосферу Игорь, все Игорь Ну, композитор Свиридов Свиридов, он только Свиридов, он ли И все, что, опять же, все, что там хорошее, это мое, а все, что плохое, это Игорь А, кстати, мне еще тут напоминает, подсказывает, что музыка придумал Музыку придумал Арвидус Добрашенскас Нет? Вместе с композитором Свиридовым, да А, теперь я точно знаю, что вы теперь вместе придумали этот трек Ну, понятно, содружество, содружество На самом деле, основная задача, вот на сегодняшний день у нас творчество какое Это Игорь встречается с Арви Они подключают гитару, фортепианку электрическую И начинают придумывать аранжировки И таким образом строятся новые и новые треки Потом мы это хором слушаем, ну, раскидывается по сети Мы это все слушаем, оцениваем Даем какие-то коррекции, говорим плохо, хорошо Пытаемся конструктив внести И у нас пока такой, получается, интернет-проект Который потом переходит в лайф То есть потом мы встречаемся на репетициях Мы это начинаем обгонять Что-то еще придумывать И получается очень так вот Как это в бизнесе слово называется Эффективно Ну, конечно, потому что уже каждый приходит с выученной партией Раньше считалось, что нужно, как говорится, джеймить на репетициях Все придумывать в режиме онлайн А сейчас, к сожалению, вот с нашим бешеным ритмом жизненным По интернету не репетируете? Нет такого, что... Пока нет, пока связь не та По скайпу как-то там Пока связь не та Ну, я думаю, что в будущем, в недалеком Я думаю, что это уже с нашими цифровыми технологиями Друзья, в ожидании этого будущего цифрового Давайте всех вместе артистов послушаем ЛКВР на стране FM Что у нас сейчас? Песня «Ненавижу» Это очень-очень старая песня Когда еще группа называлась ЛКВР Ликвор То есть Ликвор, да, извините Альбом «Узнать себя» Самый-самый первый альбом Дебютная пластиночка, да Мы решили ее тоже немножечко... У нас сегодня будет два трека Второй, не скажу какой Мы решили немножко дать жизни Пользуясь случаем, пользуясь акустикой Поехали Улетела Моя душа дальше, чем тело Захотела Убить меня, но пуля не смела Не успела Нажать на курок И меня здесь нет Ты сказала Мои слова Это полный бред Я ненавижу себя Я вновь не вижу людей Я ставлю руки к дверям Они закрыты теперь В обмане снов растворяй Пустые мечты Я ненавижу себя Ведь я такой же как ты Как ты Ты смотришь В закрытую дверь, поверь Нет Нет Меня там За ней Не Пытайся Открыть Без тебя Мне не жить Я ненавижу себя, я вновь не вижу людей Я ставлю руки к дверям, они закрыты Теперь папа, не снов растворяй, пустые мечты Я ненавижу себя, ведь я такой же, как ты Как ты Я ненавижу себя, я вновь не вижу людей Я ставлю руки к дверям, они закрыты Теперь Я ненавижу себя, я вновь не вижу людей Я ставлю руки к дверям, они закрыты Теперь папа, не снов растворяй, пустые мечты Я ненавижу себя, ведь я такой же, как ты Как ты Браво! Владимир Маркевич, друзья и команда ЛКВР на телерадиоканале Страна ФМ Володь, как музыка появилась в твоей жизни? В каком возрасте? Кто-то из друзей, кто-то из родных подсказал? Он сам горел желанием Ну, у меня семья, она очень сильно музыкальная и медицинская Моя мама закончила Кишиневскую консерваторию по классу фортепиано А дядя, то есть брат ее родной, стоматолог, он сейчас в Нижнем Новгороде, главный врач детской стоматологической поликлиники И я, наверное, взял вот, наверное, этот микс вот отсюда, потому что я, то есть наша мама, почему говорю наша, у меня есть сестра еще двойняшка и младшая сестра Она направила нас сразу, отправила нас в музыкальную школу Ну, я занимался по классу скрипка, потом сам пошел на ударные, потом служил в военном оркестре Ну, как служил, я был воспитанником полтора года, а потом получилось сделать так, чтобы я не служил В общем, мне удалось, вот сказать, откосить Нет, ну, мне какой-то момент, видимо, из-за того, что я играл на ударных, я ходил с большим барабаном Возможно, у меня пошло искривление спины Вот, то есть барабан был с какими-то свинцовыми вставками Да, скорее всего Не, ну, у меня, в общем, там-то история очень такая веселая, то есть была комиссия, и мне врач, не знаю, если ты меня видишь, спасибо большое Он мне поставил диагноз скелиоз, кифоз, там, первой или второй степени, которая была как бы погранична, то есть можно вообще с этим служить Он говорит, ты хочешь служить? Я говорю, ну да, хочу Я пришел уже с тем, чтобы меня уже, ну, на срочную службу взяли Тебя уже оркестр какой-то военный ждал? Да, да, я там полтора года уже отбарабанил, что называется, и пришел Подожди, то есть ты, будучи вольно наемным, да, в этом военном оркестре работал? Жил в... то есть я одновременно учился в школе, а жил я в казарме со срочниками и с воспитанниками И на дам у нас были выезды, парадная подготовка, это оркестр... Гражданский музыкант, который работал... Сам пошел, как бы, сделать себе, скажем, задел на то, чтобы вот остаться в этом оркестре, служить, когда мы исполнились 18 Но оркестр был профессиональный, то есть он тебя интересовал в плане музыки, да? Да, он, конечно, я, я же, я, то есть мама меня, как бы, в детстве отправила на скрипку, а когда я... Причем, смотри, отправила или ты сам пошел, сам изъявил желание? Нет, я сам, нет, я не мог тогда изъявлять желание в 6 лет, сколько в 7 Вот, и, значит, и каждый раз, когда я ждал своего урока, приходил чуть раньше, рядом был класс ударных, я слышал И я думаю, блин, вот это кайф, и я, короче, я пошел, типа, да, я думаю, не, я хочу на ударных Я пошел в этот класс ударных, тот препод стал говорить, надо купить палочки, нужно купить вот этот, возьми это, нужно это, короче, денег нужно много Я подумал, я пошел в другую музыкальную школу, к своему однокласснику, то есть я учился в какой-то период в общебразовательной школе и в двух музыкальных Скрипку заканчивал с контрабасом, потом, потому что меня взяла директриса, как бы на контрабас еще, я параллельно там заканчивал две, в общем И во второй школе музыкальной класс ударных, я тут пошел, я нашел очень крутого преподавателя, найден Станислав Викторович В каком городе ты такие способности проявлял? Это Москва В Москве? Да, Семен, вторая школа на Семеновской, там улица Брагимова, по-моему, я сейчас не помню номер, уже давно там было Но смысл в том, что я самостоятельно ножками пошел, значит, в класс ударных И там уже мой преподаватель познакомился с другим преподавателем по Волторне, по-моему, который мне предложил пойти в оркестр военный Как бы у них, я согласился, мне было интересно Друзья, остались ли вообще инструменты, на которых не играл Владимир Маркевич, мы узнаем очень скоро Сейчас маленькая пауза, потом вернемся Студия 89,9, концертный зал Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов Мы продолжаем передавать привет Александре Хайрулиной, которая сейчас в отпуске И слушаем, что же там с музыкальной жизнью, биографией Владимира Маркевича из команды ЛКВР Итак, значит, ты освоил ударный, освоил контрабас, скрипку, какие еще инструменты? Ну я не освоил, я скрипку просто закончил по школьной программе Мне кажется, я освоил за столько лет, 7 лет, да? То есть я специально вокалом не занимался, если так про вокал говорить Нет, я тебя спрашиваю пока про инструменты Освоил я еще гитару, бас-гитару То есть вообще первый альбом ЛКВР, там так получилось, что ударный, по-моему, гитару и бас я писал в линию, прямо дома в компьютер, потом это сводили А потом я уже нашел Тимур, он мне помогал дальше уже с написанием треков По-моему, даже ты в первом альбоме принимал же участие в записи баса Вот, и, то есть я был, конечно, за все хватался, мне было все интересно на тот момент То есть, так, теперь вернуться нужно к теме вопроса Сколько инструментов? Давай просто перечислим и будем петь Гитара, бас-гитара, если ты, не знаю Скрипка Скрипка, ударный, контрабас Волторну? Нет, духовые я не это самое Не дошел до них, да, впереди Так, сейчас давай будем от духовых, переходим к вокалу Поем следующий трек, что у нас по программе? Следующий трек очень-очень, ну, он для меня вообще самый главный в жизни, наверное, потому что он тоже вошел в первый самый альбом Это тот второй трек после «Навижу», который мы решили сюда втащить Реанимировать Реанимировать, да Этот трек, наверное, знает очень много людей, даже те, кто нас в первый раз сегодня слышат, наверное, они этот трек слышали, потому что он очень старый И в свое время, когда вот он вышел с альбомом, он реально, ну, как сейчас говорят модно, бомбанул, хайпанул И действительно, эта песня про любовь, эта песня называется «Никому тебя не отдам» Смотрим, слушаем Ночь зажигает огни И небо проложит нам путь туда, где мы будем одни Ты там обо всем позабудь, забудь все печали свои, сегодня уже не уснуть Мы так далеко от земли, со мною всегда рядом Рядом будь Рядом будь Рядом будь Прокатиться вниз по руке Заставив потухнуть огонь Никому тебя не отдам А если уйдешь, я умру Подарю свое тело волна Все равно без тебя не смогу Звезда нам подарит свет Укажет дорогу домой, но я отменю рассвет, чтоб вечность провести с тобой Что подлый солнечный луч, упав на земную гладь Не смог разлучить нас с тобой, тебя у меня отнять Никому тебя не отдам А если уйдешь, я умру Подарю свое тело волнам Все равно без тебя не смогу А душа улетит, улетит высоко, где встречается солнце с луной Буду там от тебя далеко-далеко, но смогу любоваться тобой Звезда нам подарит свет Звезда нам подарит свет, укажет дорогу домой, но я отменю рассвет, чтоб вечность провести с тобой Никому 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 тебя не отдам А если уйдешь, я умру Подарю свое тело волнам Все равно без тебя не смогу Как я без тебя без тебя не смогу Все равно без тебя без тебя без тебя без тебя Без тебя не смогу Что это произведение изменило Чью-то жизнь вообще Люди Свойственно им Как-то делиться своими переживаниями Впечатлениями И эта песня располагает к такому Ну вот, наверное Какие-то истории Я до сих пор Когда смотрю новости Ликвар или ЛКВР Я очень часто, очень много читаю Много Людей, молодых людей Как поцитирую какие-то свои переживания Прикладывают этот трек И очень приятно, что он до сих пор Только 40 лет прошло И до сих пор его слушают И слушают и молодежь, и взрослые И это приятно Я понимаю, что он Немножко выбивается Из всего нашего тяжелого Как бы материала Но Трек очень душевный Он реально на тот момент, когда я его Исполнял и записывал Он для меня тоже Очень большую роль играл Я туда вкладывал Там свою первую любовь Свои отношения И Этот трек Он даже Ну, конечно Когда у меня были отношения с девушками Они спрашивали Ты это мне посвятил? Ты это мне посвятил? Да, конечно Тебе Я бы это посвятил Наверное, это Всем девушкам на 8 марта Которые сейчас Нет, ну я Я это пел в тот момент Именно Ну, к некому образу Тот образ Идеальный образ В моей голове На тот момент Ну и сейчас, наверное Которому я вызываю То есть Этих девушек может быть много Хорошо Вот эти девушки Которых много Они спрашивают А будут ли еще У вас такие песни? Есть ли внутри команды Внутри вашего квинтета Задачи такие творческие Создавать Вот такие произведения Такую лирику Я думаю, что Как только мы Как только мы Выгоним Игоря Мы начнем нормальные треки Мелодичные писать Нет, я Конечно Мы Вот У нас есть Песни мелодичные Там вот Мое тело Там, да Есть другие треки Которые тоже Достаточно одинокие Очень душевные Просто Мы ушли от Как бы Немножко русского рока И пришли к более Молодежному Такому Металлу Мелодичному металлу И Ну чтобы Ликвар Потому что для меня Ликвар И песни про любовь Немножко не сочетаются В голове Ну сейчас же ЛКВР Время Сейчас время ЛКВР Поэтому Сейчас модно Бринзами Хорайзен Да, вот Такого плана Уже нет В общем Запрос от общества Примите, пожалуйста Вот такие песни Они очень красивые Я понимаю И Я понимаю, что это Как бы нравится людям И Когда вот будет Вдохновение Такое же Как было тогда Мы обязательно Это исполним Дорогие друзья Мы желаем Команде ЛКВР Вдохновение Мы желаем Успешного выступления Пятого апреля В клубе Изи В Москве Восемь вечер Я напоминаю вам Ну и конечно В Петербурге Когда именно Ребята напишут У себя в инстаграме Ну и Большое спасибо вам У нас финальная песня Что это будет Владимир Это песня Которая включает В себя две наши песни Из последнего Альбома Это песня Вверх И Что подсказывает Зверидов И ЛИКВР У нас есть песня ЛИКВР Но в этой песне ЛИКВР Очень всем Понравилась концовочка Слушателей нашим Мы вырезали Эту концовочку Так Потому что Начало было тяжелое А в конце Было мелодично И мы То что мелодично Мы Пришили к другому Месту Вот И сделали микс Из двух треков Вверх И ЛИКВР Ну давайте На финалочку Воздух Итак ЛКВР Друзья На стороне ФМ Спасибо ребята Слушаем финальную песню Там высоко Где нет света Нет воздуха Там высоко Умираем От холода Рассыпаясь Кончет дотянуться до солнца И спеть без фальши Я смогу Я верю Я пойду Дальше Горизонта Нет Мне нечем дышать Я хочу упасть Под ногами пустота Я лечу к тебе Я хочу кричать Мириады звезд А светят путь Рассыпаясь Пылью Ранят Светом Солнце Звезды И планеты Растворяются Во мне Я теряюсь В этой пустоте Там высоко Где нет света Где нет воздуха Там высоко Умираем От холода Там высоко Где нет света Нет воздуха Там высоко Умираем От холода Там высоко Где нет света Нет воздуха Там высоко Умираем От холода Навсегда Навсегда Студия 89,9 Концертный зал